Ребята, Путин сбил НЛО над Ираном, которое должно было наблюдать гибель нашей планеты и человечества, из-за землетрясения, которое должно было произойти из-за столкновения стероида с Землей. В общем, британское издание реально докатало об этом статью, что, мол, по приказу Владимира Владимировича. НЛО сбили, и его осколки тщательно собрали и направили на изучение в Москву. По каким логическим цепочкам решили, что НЛО должно наблюдать за, оказывается, грядущим апокалипсисом, мне неведомо. И, видимо, никому другому тоже неведомо. Путин, как слово, почему-то слишком хорошо встраивается во всякие слоганы. Например, вот эти старинные, как «Путин краб» или «Путин ест детей». Поставь туда любую другую фамилию, и эти фразы сразу теряют весь свой импакт. Но самое плохое во всем это две вещи. Это что фамилия президента используется для громкости заголовка и то, что есть настоящие люди, которые реально верят в то, что под ним. Так что теперь есть новый слоган «Путин бьет НЛО». Отлично, я считаю. А у PewDiePie на канале еще на прошлой неделе перевалило за 10 миллиардов просмотров. Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых стран, и не очень событий последних дней. Роскомнадзор на претензии людей в Твиттере, мол, как насчет предложить альтернативу закрытым сайтам для взрослых, посоветовал людям выйти на улицу да познакомиться с кем-нибудь. Так что, видимо, следует ожидать наплыв так себе пикаперов на улицах страны. Не, ну а че, ваша маме зять не нужен еще никто не отменял. А Ким Дэвис, которую посадились за то, что она отказалась регистрировать браки в Кентукки, отпустили спустя пять дней заключения, под условием, что она не будет мешать коллегам эти браки регистрировать. Наказали, так наказали. Окей, к основным новостям. В начале этого месяца из нашего замечательного солнца раскрутилось и валило сложное солнечное вещество на протяжении примерно сорока часов. Его растягивало и мотало туда-сюда мощными магнитными полями. Частицы ионизированного железа в этих лучах температуры достигали почти три миллиона градусов по Цельсию, что практически невозможно вообразить. А еще приключился финансовый скандал вокруг недельного геймерского турнира Gaming Paradise. Внезапно куда-то делись все деньги, необходимые для проведения мероприятия. Мало того, что нет денег на призы для победителей, у организаторов не оказалось средств, чтобы оплатить отели для игроков, и у тех изъяли паспорта, пока те сами не заплатят за пребывание в отелях. Турниры в дисциплине Dota 2 уже отменили, с CSGO пока не ясно, что да как будет. Со слов участников там творится не весь что, посреди турниров разрабатываются какие-то контракты с командами. Несколько киберспортсменов адски приболели и нуждаются в госпитализации, но при всем при этом сами игроки готовы играть и без призов, ради веселья и фанатов. Пока не ясно, отменят ли мероприятие полностью или команды будут играть за просто так, но дело дрянь, конечно, организаторы знатно подставили всех. Ну и напоследок, красиво пить не запретишь, и нет, я не оговорилась. Компания по производству виски Ballantines разработала изящный бокал для виски, из которого можно будет пить в невесомости. Дело в том, что на данный момент потребление любых жидкостей в космосе происходит из пакетика через соломинку, и это как бы не очень изящно. А Ballantines пригласили команду из Open Space, чтобы сделать космическую посиделку более похожую на земную. Бокал сделан из пластика, распечатанного на 3D принтере. Это такой красивый шар, герметичный и полый. В нем находится золотая спираль, которая вместе с основанием образует поверхностное напряжение. В основании бокала есть клапан, чтобы туда можно было что-нибудь влить, и по спиралеобразному каналу жидкость поступает к клапану, из которого можно будет пить. Вообще-то в космосе пьянствовать не принято, не писанный сухой закон, но компанию Ballantines это мало волнует, и к своему красивому бокалу они разработали еще и специальные спейс-виски. У него усиленный вкус, потому что в космосе вкуса притупляется. Космическая пьянка! Ну а коммент дня к прошлому выпуску написал Кирилл Бирин. Кажется, или Сатурн похож на канадца. На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на ее новости, а также на мой второй канал Буду, где я играю с вами в игры. Ставьте лайк и не забудьте поделиться этим видео с друзьями. И если вдруг сами надетесь на что-нибудь интересненькое, смело скидывайте это в соответствующую тему на странице Неновостей ВКонтакте. Подписывайтесь на ее, а также не забудьте про всякие Твиттеры, Фейсбуки, Инстаграмы, Гугл Плюсы и Однокласснички еще. Спасибо всем тем, кто поддерживает мой проект. Подробнее можно узнать по первой ссылочке в описании, поддержи.неновости.ру. Пока! В общем, ребят, как некоторые из вас верно отметили в комментариях, вчерашнее видео с муравьями фейк. И попалась на эту удочку не только я, но даже... Она смотрит сейчас на Твиче, и те, кто потом будут смотреть это уже в записи на Ютубе, которых... Ну...